Оратория Мендельсона «Илия» прозвучала в зале «Зарядье» на фестивале вокальной музыки опера «Априори». За главную партию исполнил солист Мариинского театра Владислав Сулимский. В Москве Мариз Айдлер выступает впервые. Оратория Мендельсона для неё материал знакомый. Она уже исполняла это произведение в Германии. Для меня сложность в том, что у меня там два абсолютно разных персонажа. Злая порочная женщина и ангел. Не просто переключаться с одной героиней на другую. Но вокруг меня замечательные исполнители. И они мне очень помогают. Солист Мариинского театра Владислав Сулимский ораторию Мендельсона поёт впервые. У него главная партия – ветхозаветного пророка Ильи. Работая над материалом, слушал записи разных лет. Она написана в стиле разговора по-немецки. То есть, как итальянские речитативы, допустим, пишутся в стиле разговора. Квази-парлально, да? Как разговариваешь. То же самое и здесь. Когда ты послушаешь, как немец это говорит, тебя сразу поймёшь, почему он так записал это. С такими интонациями. Впервые эта оратория прозвучала в августе 1846 года. За 10 лет до этого Мендельсон задумал сочинить триптих на библейские сюжеты. Но завершил только две его части. Оратория «Христос» так и осталась в набросках. В основе произведения «Илья» – история ветхозаветного пророка. Про царицу Иезавель, про царя Ахава и про жрецов Ваала. Вот это всё противостояние, которое описано в Библии, оно и легло в основу либретто, который делал сам, в общем, композитор. На Международном фестивале вокальной музыки «Опера Априори» эта оратория должна была прозвучать ещё год назад. Но из-за пандемии концерт перенесли. Из-за ораториального жанра это одно из самых красивых произведений вообще написанных. И если Павла, ещё одна оратория Мендельсона, исполняют чаще, то, как ни странно, именно «Илию» очень редко можно услышать не только в Москве, а вообще в нашей стране. Потому что ситуация в Европе другая, противоположная. Её там очень часто поют. Длительность оратории более двух часов. На сцене пять солистов. Вокальный ансамбль «Интрада» и оркестр «Мюзика Вива». За дирижевским пультом Максим Емельянычев. Это сочинение Мендельсона он исполняет впервые. Это одно из величайших образцов вообще в этом жанре. Мендельсон сам впервые после долгого забвения обратился к жанру оратории после Генделя, после директора Себастьяна Баха, исполнив его страсти и мессу семинор. И поэтому, конечно же, слышно влияние барокко на этого композитора. Лидия Алёшина, Виталий Пронин. Новости культуры.